Приветствую, друзья! Вот пусковой триггер бывает у каждого человека. Например, вот у меня Герман Гессе, Нобелевский лауреат, это в 20-е годы он написал такой роман, выдающийся Сиддхарта, об освобождении, спасении, нирвании, просветлении Будды. Так вот, я когда читал, вернее, аудиоверсию слушал, и вам советую особенно, в первую очередь, касается профессоров религиоведов, востоковедов, философов Запада, это так важно, потому что это пусковой крючок, в котором вы сразу видите, друзья, чем отличается, например, Сиддхарта, от моего названия защита от стресса, вот здесь вот главное, как сохранить и реализовать себя в современных условиях. То есть по существу, мы в Школе Человек Будущего, Кома Футурус, говорим не только о просветлении через нирвану, это же, в принципе, существо состояния нулевое, состояние эмоциональной безмятежности, когда человек восстанавливается, когда у него происходит гармонизация внутренних процессов, когда он становится человеком. но здесь же не сказано о том, о чем мы говорим, по сути, не только восстановление, ведь дело, мы же еще и говорим о потоке, ведь там спасение, вот все религии мира, ну, например, христианство, как спасти, спрашивали у Христа. Или, например, Махабхарати, посмотрите, восточный, Атман есть Брахман, нет ничего выше Брахмана, нет ничего больше Брахмана, но красивее Брахмана, Махат. Или Даудэдзин, Лаудзин, ну, посмотрите, ведь вопрос заключается не только в том, чтобы гармонизироваться и восстановиться, вопрос заключается в том, чтобы развиваться. Есть же у человека, у каждого творческий потенциал. Не только спастись надо, а спасение невозможно через развитие, без развития невозможно, и любовь к ближнему невозможна без разгрузки, потому что если ты не разгружаешься в любимом деле, ты, находясь в своей доминанте, ну, это получается история, когда каждый говорит только о том, что у него болит, и слушать может только то, что у него болит, потому что по всем признакам доминанта обладает такой способностью подавлять все окружающие конкурирующие сигналы, генерализировать свою активность на все участки мозга, что я в свое время назвал вектор внутримозговых отношений, что доминант это вектор внутримозговых отношений. И поэтому мне кто-то говорил в свое время, что каждый говорит о том, что у него болит, и поэтому у человека два уха и один язык. И поэтому если ты будешь слушать только, что человек говорит, и не перебивать его, и не трогать его, то ты прославишься. Ну да, но я и хочу сказать, что Христос говорил, царство Божие внутри вас есть. Да, и в Махабхарате об этом, обо всем сказано, и в Рамаяне, и пожалуйста, вот возвращаясь к Герману Гессу, Нобелевскому говорят, эта книга была, роман написанная в 20-е годы. Это пусковой триггер, потому что я когда прочитал, прослушал, вернее, я вдруг увидел, что там есть просветление, там есть Будда. Будда не как человек конкретно, а который в каждом из нас, и Будда, который вот произнес это все. И там как раз таки путь поиска себя, и там вот эта основная проблема, что каждый человек имеет свой личный опыт, и идет своим личным опытом. Ну там в чем проблема-то основная? Почему вот все говорят о любви к ближнему, но при этом не происходит общечеловеческого миролюбия? Каждый говорит об этом, в любой религии об этом сказано. Например, в нем ли Израиль, Бог есть единый. Это же общечеловеческий язык, чтобы все понимали, что есть некое единое. Это же не только о том, что там есть некий Бог, а речь идет о том, что Он есть единый. Это попытка была создать общее человеческое понимание, соединить людей. И Христос говорил, люби ближнего. И его спрашивали, а кто ближний? Он привел притчу о самарянине, и оказалось, что ближний это каждый. Да, ну вот видите, вот обо всем мы говорим, ключ мира для миролюбцев, говорящих о любви ближнему. И вот я вам хочу сказать, что чего не было у Германа Гесса в Светхарте. У него не было о том, что человек нуждается не только в разгрузке выхода на состояние нирваны, но он нуждается в неком потоке, где реализуются его творческие качества, потому что человечество, все знают, что мир лучше войны, а все равно войны происходят, потому что общечеловеческая проблема заключается в том, чтобы люди имели пусковой триггер, именно в том, чтобы человек мог не только восстанавливаться, но и быть в потоке, как говорил Ческен Михаи, смысл жизни человека в чем. Только 30% людей, говорил Ческен Михаи, они понимают смысл в жизни, потому что у них есть любимое дело. Когда занимаешься любимым делом, ты невольно входишь в состояние потока, из тебя все это идет, и ты это делаешь, если ты композитор, то, например, музыка прямо льется, тебе остается только ноты записывать, и если ты спортсмен, ты там делаешь именно те действия, которые организм подсказывает. то же самое в цигуне, спартамный танец, йоговские упражнения. Друзья, я, чтобы вас не путать во всем этом, рекомендую Герман Гесси Сиддхарта «Об освобождение, спасение, неоревывание, просветление Будды», и вот моя книга здесь, что не только спасение нужно, как везде сказано, не только освобождение нужно, не только просветление нужно. Друзья, не хватает в религиях, чего не хватает? Ну, люди как-то инстинктивно все это понимают, не хватает, как реализовать себя, не только спастись, но реализовать себя. Поэтому у меня в книжке написано, как спастись, как сохранить и реализовать себя в современных условиях. И вот дети, которые делают упражнения левитационные, школьники, и здесь три эксперта, академики. Академик был директор Института философии, Академии наук, академик космический, академик еще один, академик по психиатрии, директор Института Севского в общей судебной психиатрии, Морозов. Так я вам хочу сказать, друзья, это очень сильно. Поэтому вот религиоведы и востоковеды и профессора, которые говорили и о марксизме, оказывается, Маркс говорил о необходимости человеку свободного времени, переход от тяжелого подневольного труда к тому, чтобы он имел свободное время, чтобы он мог думать. Потому что хомосапис – это есть человек разумный. Короче говоря, пишите свои комментарии. Очень много книг прекрасных, которые могут быть каждому своя книга как пусковой триггер. Вот для меня пусковым триггером, который помог этот триггер понять, чего не хватает во всех религиозных книгах, во всех философских книгах и во всех романах, что как раз таки освобождение не хватает еще там добавить поток, то есть самореализации человека. Ну, об этом говорили в коммунизме, каждому по потребностям, от каждого по способностям, но коммунизм провалился, потому что так пытались сделать искусственным путем, а это общечеловеческая проблема. Поэтому спасение человечества – спасение человека. И когда общечеловеческой задачей такая задача станет, а это образование, это действительно не просто говорение. Да, друзья, так что вот до встречи. Я в следующем ролике скажу еще кое-что, от чего вы вообще, как говорится, обалдеете. Поэтому религиоведы, востоковеды, философы Запада, пожалуйста, выходите, мы поговорим о спасении человека и человечества. Не забудьте, через развитие каждого, реализацию творческого потенциала. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok